Раб Божий Сергей спрашивает Если на этом пути будет призвание в монашество, значит идти в монастырь. Если в монастыре призовут к священству, значит надо идти к священству. Если после священства призовут к епископству, надо следовать этому призыву. И здоровье позволяет. Так сказать, это вот постепенно. Тут нужно просто почувствовать это призвание. Иногда оно материализуется в словах какого-то человека. Да, нередко люди спрашивают совету или у старцев, или у священников в своих храмах. Совет даже тут не нужен. Это должно быть само. Но когда есть колебания, вот и в монастыре нравится, и все оставить пока не могу. И вот человек, вот этот последний шаг... Нравится и хорошо. Куда спешить-то? Мне кажется, вот меньше всего тут нужна поспешность. Так вот всю жизнь можно колебаться? Можно. Кто-то и так колеблется. А кто-то, то есть не кто-то, а большинство... Вот мне один игумен сказал, что у него в монастыре остается каждый двадцатый. Я тут был в одном большом монастыре, и говорю, ну что, каждый двадцатый остается? Он говорит, нет. Гораздо реже теперь. То есть я уж не называл цифру, но, так сказать, побыл, ушел, побыл. Пришел человек, да, с желанием, и это желание куда-то и ушло. Сегодня даже ко мне подошел один монах и говорит, не поможешь где-нибудь устроиться на приход. Я уже в монастыре набылся, не могу говорить больше. А он, наверное, монах. Вот прям сегодня. Я говорю, ну если кто-то начнет спрашивать, как вот священник там в помощнике, тебе-то дадам матресок. Ну а не объяснил, в чем причина ухода и какие настроения заставили уйти? Нет. То есть просто вот монастырская жизнь как-то вот стала в тягости? Ну, устал от нее, да. Многие мечтают, эх, отпустили бы меня в монастырь, я бы... Ну, дело в том, что монастырская жизнь, это дело трудное. В монастыре там еще есть такая вещь, как дисциплина. Это совсем не всем по зубам. Да, как-то вот не предполагают, что тебя могут заставить делать то, чего тебе-то не хочется. И там не поспоришь. Нет, ну опять, никто особо не заставляет. Ну, такой есть порядок. Монастырская жизнь, как в семье. Игумен глава, или там Игумения. Ну вот и надо быть в послушании. Там все, разные должности распределены. Каждый за что-то отвечает. Ну, как без этого? Да. Игумен глава.